Машины как люди. Есть люди-лентяи, которые всю свою жизнь в выходные дни, да и в рабочие практически ничего не делают, а вечерами валяются на диване и пьют пиво. И к 50 годам, как правило, они уже при смерти. Есть другие люди, которые фанатично занимаются именно спортом, качаются, имеют либо огромные достижения в мировом спорте, либо огромную мышечную массу. Но опять же, точно так же, к 50 годам они либо уже при смерти, либо, к сожалению, уже их нет с нами. А есть грамотные пацанчики, которые живут так посередке. Они фанатично спортом не занимаются, не бьют вечерами пиво, они бегают трусцой, и всегда у них все хорошо. И к 50 годам они молоды, свежи и бодры. Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале ОМЗАП, и с вами я, Роман. Сегодня мы вам хотим показать удивительнейший случай, ни на что в жизни никогда не похожий. Перед нами автомобиль Santa Fe 2013 года выпуска с двигателем G4KE и пробегом, обратите внимание, в 216 тысяч километров. Можете делать ставки о состоянии его цилиндров и катализатора. Давайте же посмотрим и оценим это состояние. И расскажем кратенько, кратенечко такую историю этого автомобиля. Владелец у нее один купил эту машину новую в автосалоне. До 100 тысяч обслуживался у официального дилера и менял масло, внимание, каждые 15 тысяч километров. После 100 тысяч он перестал ездить к официальному дилеру и менять масло стал чуть-чуть почаще. Каждые 10 тысяч километров. И все это время он лил масло Shell Helix 530. И причем мы поинтересовались у владельца на заправках бензиновых, где он заправлялся. Он сказал, что у него не было какого-то приоритета. То есть бензин кончился, он остановился и заправился. Без разницы какая заправка. И также спросили, а масло где его покупали? Он говорит, тоже у меня не было какого-то там выбора. Поехал по дороге, да, время пришло маслами, в магазине в первом попавшем, остановился, купил масло, поменял. Вот так вот, 90 процентов, ну не 90 процентов, большая часть времени, конечно, больше по трассе. Треть этот раз. Но там не отжигали тоже. Очень хорошее состояние, кстати. Владелец ездит на 92-м бензине. И обратите внимание, радиатор здесь ни разу не мылся. Но здесь стоит сетка в бампере. Мойка радиатора осуществлялась только тем, что керхером снаружи грязь сбивали вот с этой вот сетки. А так это просто удивительно. Так, давайте заглянем во второй цилиндр для начала и оценим его состояние. Поршень отличный вид имеет, нагар отсутствует и следов масла тоже на поршне, на днище не видно. Хон, это горячая сторона, прекрасный, четкий рисунок именно задиров тут мы не наблюдаем. Мелкие-мелкие царапины это на скорость не влияют. Расхода масла у владельца нет, он не жалуется. Вертикальные тоненькие рисочки это мелочь. Сам рисунок хона, видите, он присутствует. Стенки цилиндра тоже сухие. Это холодная сторона у нас. Сейчас повернули эндоскоп на холодную сторону тоже. Хон есть. Отличное состояние второго цилиндра давайте. Третий цилиндр заглядываем. То же самое, поршень имеет хороший сухой вид. Горячая сторона. Мелкие царапки есть, но они рисунок хона не затерли. Рисунок хона четкий и хорошо просматриваемый. Отличное состояние цилиндра. Холодная сторона у нас. Вот она. То же самое. Никаких проблем не наблюдается. Все, хорошее состояние. Второй, третий цилиндр отличные. Так, ну и самое интересное. Давайте заглянем в первый и в четвертый цилиндр. Как правило, в них наблюдаются наиболее часто проблемы. Горячая сторона. Небольшая натертость есть. Но это не страшно. Глубоких задиров нет. Стенка цилиндра в отличном состоянии. Вот это я только не вижу, что это. Масло это или не масло. Либо это свет так падает. Но не видно, чтобы это было какой-то масло. Нет, это просто... Если и есть масло, то его настолько мизерное количество здесь, что на угар оно даже не влияет никаким образом. Так, это холодная сторона. Вот есть одна небольшая царапка на первом цилиндре. Вот она прям. Видна хорошо. Но и все. Остальное все в хорошем состоянии. Так, четвертый. Тоже в хорошем состоянии. Поршень даже все. Надписи на нем видны. Так, это холодная сторона у нас. Хон чуть-чуть подстерт. Но есть. Здесь тоже все хорошо. Нету здесь никакого криминала. Вот он рисунок. Отличный. Пятнышки есть. Небольшие натертости. Но все в хорошем состоянии. Отличное состояние цилиндров. Может, еще и катализатор хороший? Ну, для 200 тысяч, кстати, ненормальный. Вон, 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 видел? Прямо где? Вот он, он. Как мне туда добраться? Ну, теперь уже все равно сняли. Чего мне осмотреть? Нет, поставить можно. Видите? Вот. Ну, все, все, я понял. Ну, это мелочь. Обычно там, если у ВСПС, радио. Вот это самое. Повезо. Ну, если я вовремя приехал, а то бы он запрыгнулся. Да. Ну, не запрыгнулся. Мальчик. Здесь никому не кажется волна есть. Есть. А видно, что? Вот она, да, волна. Угу. Ну, и давайте заглянем в нижний катализатор. Он начинает разрушаться. На и владельце к нам приехал с тем вопросом, что как бы, наслушавшись, рассказав о том, что корейцы ненадежные, и катализаторы у них умирают очень быстро, пробег у него большой, решил проверить состояние катализатора. Но нижний начал разрушаться. Ну, он уже подзабит немного. Видно там сеточка такая не очень хорошая. Время пришло. Итак, друзья, мы раскрыли секрет долголетия этого автомобиля. Корейцы действительно могут ходить от 200 тысяч километров и выше, но, как мы выяснили, владелец данного автомобиля эксплуатировал его примерно 90% времени. Это трасса. Поэтому автомобиль почти все свое время работал, и двигатель у него работал в установившихся режимах. И сейчас, в последнее время, тоже владелец ездит по трассе, ставит круиз-контроль, и со скоростью 110 км в час, чтобы не попадать на штрафы, перемещается из пункта А в пункт Б. Именно поэтому, на наш взгляд, этот двигатель сохранился в таком прекрасном состоянии, дожив до 216 тысяч километров пробега. Ну, и поскольку катализатор уже начал разрушаться за такой большой промежуток времени, владелец все-таки принял решение его удалить. Ну, а мы с вами прощаемся на этом. А вы ставьте лайки, пишите комментарии, и не забывайте подписываться на наш канал. Что вы думаете по этому поводу? Как эксплуатируется ваш автомобиль? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!